МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нашей героини удивительный характер. В нем гармонично соединились мудрость, строгость и доброта. Татьяна умеет радоваться жизни, вопреки обстоятельствам. Да, ее работа не рядом с домом в Одинцове, а в Барвихе. Проблемы, конечно, с дорогой присутствуют, зато она каждый день может дышать чистым воздухом и любоваться первозданной красотой природы. Уже 33 года Татьяна Ивановна Семака работает в Барвихинской детской школе искусств. И все эти годы остается преданным и надежным единомышленником основателя и директора Нины Петровны Меренковой. Татьяна Ивановна, я считаю, что это тоже подарок из разряда судьбы, из раздела хороших людей. Татьяна Ивановна, знаете, я сейчас, наверное, вам затрудняюсь сказать, но мы уже работаем больше 20 лет вместе с ней. Конечно, конечно. Она называла цифру 33. Значит, это так и есть. Потому что, нет, 33, это, наверное, может быть, ее педагогический стаж. Она работала прежде еще как преподаватель. Это потом ее назначили за учим. Но я вам хочу сказать, что вот в этом случае контингент, так скажем, административных единиц был всегда очень-очень ограничен. Я столько лет работала одна. Вообще у меня не было ни помощников, никого. То есть директор, две уборщицы. Кто у нас еще был? Дворник. Вот и все. И то есть заучи во тем временам получить, это было очень-очень значительно. Но все-таки, я опять-таки, так скажем, была услышана, и мне дали заучи. Это была Татьяна Ивановна изначально. Она единственная зауча этой школы, вот с тех самых времен. Доброворядочный, ответственный человек, творческий, умеющий хорошо слышать и слушать преподавателей, которые излагают какую-то свою нужду, какие-то свои потребности. Она очень откликается всегда на каждое вот это желание. Даже в некоторых случаях я говорю, Татьяна Ивановна, дайте им возможность самостоятельно проработать этот вопрос. Например, как повышение квалификации, своей квалификации или аттестации. Нет, Татьяна Ивановна берет под контроль это, работает с этим преподавателем, с тем, чтобы это было отточено, все, чтобы было проверено, чтобы это была, так сказать, вот эта грань работы лучших, так скажем, показателей различных сторон этого преподавателя была освещена. То есть в этом случае она испытывает, как я считаю, значительные перегрузки, беря на себя такую ответственность. Но, тем не менее, в этом выражается ее забота о коллективе, о чести школы и о своей собственной чести, потому что она просто по-другому работать не может. И я считаю, что вот это счастье. Мне в этом случае, как вот, так скажем, приобретение первого зама, вот она потом, в то время единственного, мне очень повезло. Рассказывая о своем заме, Инна Петровна невольно вспоминает мужа Татьяны Ивановны, Александра Симагу, большого артиста, безвременно ушедшего из жизни. Он был открытый человек, открытый, светлый человек. И поэтому, конечно, я считаю, что вот это гармоничное развитие в его семье музыки и в данном случае то, что вот сейчас в нашем коллективе работает и Татьяна Ивановна, и Юлия Александровна. Это просто вот, ну это подарок. Опять-таки, вот видите, я считаю, что вот огромный какой-то пласт вот такого хорошего движения, вот наработки, что ли, вот этих, освещения, творчества этих людей. Это просто, наверное, так не бывает. Потому что в данном случае Саша, конечно, это светоч вот семьи. И я думаю, что вот сейчас даже многие, которые уже имеются, Татьяна Ивановна, это дети Юлии Александровны, Ярослав уже играет на гитаре. Занимается у нас и хорошо поет в хоре. Активно посещает все тоже предметы. То есть это тоже наследие, наследие того же Саши. Бабушка верит, Ярослав преодолеет не одну ступеньку в жизни. Он человечек настойчивый, ответственный. В свои 9 лет выдерживает огромные нагрузки, учит английский, ходит в бассейн, занимается с сестренкой, добросовестно выполняет все поручения родителей. Дорогу в искусство Танечка Дмитриева прокладывала сама в детстве. В родном шахтерском городке нашла адрес музыкальной школы и поставила родителей перед фактом «Хочу учиться музыке». В семье инженеров своего инструмента не было. Чтобы купить пианино, продали мамину шубу. Это решение оказалось судьбоносным. Музыка вошла в жизнь девочки навсегда. Сама я из Тульской области родом. И был такой город, Кимовск. Вот там я закончила музыкальную школу, закончила в Новомосковской Тульской области музыкальное училище, фортепианное отделение. Потом, закончив это училище, так получилось, что меня просто пригласили поехать работать в ГДР. Там, когда наши стояли войска, то было много музыкальных школ в Германии, очень много. И я попала, приехала в ГДР, и меня направили в Дрезденскую музыкальную школу. В Дрезденской музыкальной школе был филиал. Я вначале приехала, когда в Дрезден, то очень обрадовалась, такой красивый город. Сразу же съездила в картинную галерею. А мне говорят, что у нас есть филиал, и вы поедете туда старшим филиалом. Потому что у нас вся школа сейчас освободилась, все преподаватели уехали. А так как вы приехали первые, вы там будете, старший филиал. У меня был 21 год. И я стала старшей филиалом Дрезденской музыкальной школы в городе Кармаркштадт. Ну, чудесный был город, чудесное было время. Там мы и познакомились с Сашей. Он, закончив институт киевский, в котором не было военной кафедры, должен был отслужить в армии. И в армию он поехал в Германию. И там вот я, проработав три года заведующей филиалом в городе Кармаркштадт, вдруг вижу, в военном оркестре появился молодой человек. Вскоре незнакомец появился в музыкальной школе. Зашел в класс к Татьяне, представился. Александр Семака. Служу в ансамбле песни и пряски группы советских войск в Германии. Услышал звуки любимого вальса Шопена и зашел к вам. Он меня сразу попросил ноты вальсов Шопена. Я ему принесла эти ноты вальса Шопена и он стал музицировать. Он стал музицировать и мы с ним как-то познакомились. Он меня стал провожать вечерами домой. Они гуляли по улицам древнего города, любовались высокой красной башней и старинной ратушей, удивлялись необычному по композиции памятнику Карлу Марксу в форме огромной головы высотой в 6 метров. Памятник был открыт в 1953 году, когда правительство ГДР принял решение город Хемниц переименовать в Карл Маркштадт. Правда, в 90-м году старое название Хемниц вернулось. Но тогда Карл Маркштадт помог Саше и Тане познакомиться и почувствовать себя по-настоящему счастливыми. В 1974 году мы с ним поженились. И там же в городе Карл Маркштадт у нас родилась Ёлечка. Так что она у нас вот из тех мест. У нас свадьба проходила скромно. Получилось так, что наше знакомство было в Германии, а зарегистрировались мы уже в Тульской области. Мы поехали туда, и свадьба была с родными. То есть свадьба была у нас очень скромная. Мои родные и еще одни знакомых моих родителей. И поехали мы. буквально расписались и поехали на Украину. Потому что Саша был с Украины, с Киевской области. Поехали к его папе-маме. Они тогда еще были живы. В скромной деревенской хате россиянку встретили с объятиями. В этой большой дружной семье Саша был седьмым ребенком. Пел, говорят, как Робертина Ларетти. Высокий голос, красивый тембр, как нетрудно было, но родители отправили сына учиться в Киев. Таня перебирала фотографии и с упоением слушала голос мужа. Она была уверена, никакие ветры, бурь, не помешают им отправиться в свадебное путешествие и быть вместе всю жизнь. Поехали потом в Западную Украину, в Черновцы, где жили его брат и сестра. И свадебное путешествие наше завершилось в Феодосии, где мы пробыли 10 дней. Тогда Саша поделился мечтой поступить в Одесскую консерваторию. Таня взялась обучать его игре на фортепиано. Позже вспоминала. Саша, несмотря на то, что он, я считаю, уже был состоявшийся хормистер, он решил, что ему надо получить все-таки еще одно музыкальное образование. Все-таки он решил закончить консерваторию. Поступает в Одесскую консерваторию. Тоже декан хорового факультета Леознов. Он выберет сразу на третий курс. И он повышает свое мастерство. Но чтобы поступить, надо было, ну, помимо того, что он должен был поддирижировать, обязательно надо было сыграть по фортепиано программу, сдать амонию, сдать сельфеджио. Как сдать фортепиано? У него дома, конечно, не было на фортепиано, он никогда не учился. Как инструмент музыкальный в училище и консерваторию у него был баян. И вот здесь он мне говорит, давай-ка ты мне помоги. Я сама пианистка, давай-ка мне помоги. Мы с ним занимаемся полгода, учим фортепианную программу, я ему диктую двух- и трехголосные диктанты и помогаю с задачей по гармонии, поскольку у меня как-то это было теоретически любимым предметом, я ему могла помочь. Но самое интересное все-таки с фортепиано. Он поступает, вот за эти полгода выучил патетическую санату Петховена для дезминорной приют Рахманинова и с хорошо это периодного клавира прелюдии в углу. И, значит, играет, приезжает, играет, ему говорят, знаете, вы, приятно, играете, немножко как дилетант, сколько занимается на фортепиано? Он говорит, полгода. Ну, это, конечно, было раз, вы полгода занимаетесь и так играете. В общем, по фортепианам, по подерживанию, там все было нормально, закончили консерваторию. Жили Симака душа в душу. Таня учила детей советских офицеров играть на пианино, Саша дирижировал хору. Он стал настоящим профессиональным хормистером и руководителем отдела культуры Министерства обороны сочли необходимым командировать Симаку сначала на службу в немецкий город Вюнсторф, затем главным хормистером ансамбля песни и пляски Уральского военного округа в Свердловск. В этом городе Юля в шесть лет пошла учиться в музыкальную школу. С ним мы жили хорошо и вот все у нас было все в семье у нас все было прекрасно. Но да, мне приходилось делить вот его любовь например, ко мне и семье к любви к музыке. Почему? Потому что он очень любил свою работу. Он всегда говорил, что мне надо, чтобы самое главное, чтобы у меня хор звучал. И когда у него, вот он так рассказывал, что когда слышит, когда хор уже настроен, хор поет, и вот эти вот гармонии, которые звучат в хоре, они у меня, говорит, даже вот дух захватывает вот от того, как вот это вот все здорово звучит, как вот это в ушах, когда это все укладывается. И бывало так, что ну сложности какие были? Кастроли. Кастроли бывали и длинные, поэтому все приходилось самой. Никаких бабушек у нас не было, поэтому как-то справлялась сама. Без бабушек, без помощниц, с двумя детьми. Дети ходили в школу. Вот. Тогда сумасшедших гонораров не получали? Нет, нет, нет. Тогда гонораров не было. Мало того, когда мы еще жили в Свердловске, чтобы как-то содержать семью, Саша пел в оперном театре в Свердловске. В Свердловске у супругов родился сын Илья. Через четыре года новое назначение и новый переезд в военный городок Лазиха, столицу ракетных войск. Александр Семака назначен главным хормейстером и дирижером ансамбля песни и пляски ракетчиков «Красная звезда». Семья получает квартиру в Одинцове и этот подмосковный городок становится их последним причалом на всю оставшуюся жизнь. В эти годы глава семейства получает высокое звание заслуженного артиста России. Рассказывает Виктор Сухоносов. Удивительно энергичный, светлый, как солнце заходит, все время полыхает, что-то все сразу начинает шевелиться, все начинают сразу каким-то образом улыбаться и идет работа. То есть что не начиналось допустим вот там дирижером с черрища или сусиху или что-то еще такое или какую-то замечательную смуглянку всегда ощущение такого знаете, что происходит что-то такое необыкновенное, непростое. Не как у всех что-то такое праздничное он и заряжался из замечательной энергии. Я всегда видел его таким здоровым, необыкновенно красивым, молодым, жизнерадостным, улыбающимся. Вот так и осталось. Вы понимаете, я думаю, что это очень редкое качество, когда человек несет солнце. Правда? Поэтому я действительно всякое было. Я вспоминаю Австрию, Вену, Венский вальс. Мы на площади, огромное количество народа, огромное количество. Я пою степельский фургум. Вы понимаете, это был действительно фургум, потому что замечательно спели, потом был Венский вальс. Вот такие, знаете, картинки, вспоминания. Значит, потом, перед этим он очень много репетировал с нами. Он так волновался, он так хотел, чтобы, вот, понимаете, все произошло по-настоящему. По-настоящему. Всегда было ощущение, что он хочет что-то сделать такое, чтобы это было пах. А между тем, дочь артиста успешно строила свою карьеру. Юля, как когда-то папа, закончила музыкальное училище, затем музыкально-педагогические институты имени Ипполитова Иванова и готовилась к выступлению в академию на отделение вокала. Субтитры подогнал «Симон» Отец хорошо понимал. Дочь талантлива, обладательница блистательного лирико-драматического сопрано, ее место на большой сцене. Александр Иванович, конечно, очень любил Юлю, но ее вокальным успехом был очень требовательный, так как он вообще был требователь к вокальному искусству, к хоровому, и не торопился ее куда-то выводить. Она даже иногда на него обижалась. Папа, у тебя такие требования ко мне, я бы уже могла петь. Он говорит, учись еще, учись. Но вдвоем они пели. Дома были музыкальные концерты, но за пианино или за рояль всегда был папа, потому что он владел инструментом так, что он мог любое произведение сыграть сразу, мог саккомпанировать в любой тональности, потому что мы вот как пианисты, нам поставь ноты, и мы по нотам играем. А он мог все сыграть, все, что просто в голову ему не придет, любую абсолютно мелодию. Поэтому он играл, Юлия Петрова, пела, и он ей подпевал. В домашних концертах принимал участие и Илья. Ну, я закончил тоже музыкальную школу, потом даже пробовал писать электронную музыку, был такой опыт. Ну, конечно, тут не уйдешь от музыки, когда все музыканты. Мы как-то так решили, что раз у нас все музыканты, то Илья тоже пусть закончит музыкальную школу, чтобы он нас знал, в смысле, чтобы он нас понимал, чтобы понимал, чем мы занимаемся, вот эта наша деятельность музыкальная. И он довольно-таки успешно закончил школу-классику, закончил 7 классов по фортепиано, получил диплом. Ну, ему даже это пригодилось. Он после школы поступил в МГИМО у нас и учился на факультете международных отношений, но чтобы поступить туда, туда все-таки сложно поступить, он заканчивал двухгодичные курсы восточных языков, выбрал язык хинди. И у него спросили при поступлении, а вот все-таки язык сложный, как бы вот ты, как ты его будешь учить? Он говорит, мне как-то так сказали, что если тот, кто закончил музыкальную школу и разбирается в музыке, то ему легче учить восточный язык. Они говорят, да, действительно. И это как-то ему пригодилось при поступлении, при собеседовании в музыкальная школа, потому что там действительно интонация музыкальная. И в общем, так, что получилось, что Илья у нас вот тоже. И когда он закончил школу, он часто подбирал, что-то садился, он поет, он знает много слов, песен, то есть он вот так вот с музыкой у нас. 27 ноября 1998 года в центре Москвы на Арбате в старинном доме номер 9 торжественно открывается культурный центр Украины. Для Александра Семака это был настоящий праздник души. Его сердце всегда досковало по песням Родины. Заслуженный артист России предлагает при новом центре создать международную хоровую капеллу Славутич и получает поддержку всех самых влиятельных руководителей центра и деятелей культуры. Только в бюджете на новый коллектив нет средств. Художественный руководитель ищет спонсоров. Капелла за короткий срок завоевывает широкое признание публики и творческой общественности России, Украины, Белоруссии, других стран. Хор неоднократно гастролирует за рубежом, участвует в различных фестивалях. В 2008 году в семье очередное счастливое событие. Юля знакомит родителей с женихом. Представляет Игорь Гречко, инженер, работает в системе жилищно-коммунального хозяйства. Родители давно намекали дочери, ждем внуков. Зятя приняли как родного. Будешь с нами дачу строить, спросил глава семейства. Тогда перебирайся в нашу хату, в тесноте, не в обиде. Горе подкралось незаметно. Ну, это тяжело, конечно, вспоминать. Боролись за всех сил. Вся семья, все друзья, все коллеги. Но так судьба распорядилась, что уже 9 лет какого нет с нами. Когда папа первый раз заболел, когда второй, мне это так поразило, то есть не все так, даже жены, мне кажется, поступают. Ну, был пример, вот папа лежал там еще с одним мужчиной, вот к нему женщина, ну, его жена там, допустим, приходила там раз, там, два в неделю. Маме, мама отказалась уходить вообще, ей поставили раскладушку там, и она все это время была с папой, то есть мы даже предлагали, давай мы уже хоть поменяемся, она отказывалась. Ну, вот это вот, ну, такой, можно сказать, житейский такой подвиг, вот, это мне служило примером, дай бог, если когда-то с какими-то близкими что-то у моими будет, я буду так же себя вести, потому что это, это, и папа, когда первый раз, вот у него вот болезнь там прошла, он это всегда тоже очень, ну, вообще маму всегда ее очень любил, всегда ее, там, на всех праздниках, только у него тосты практически про маму были, допустим, ну, и он очень, да, тоже, вот, он говорил, что мама меня спасла в тот момент. Ему почему-то хотелось, чтобы он был похоронен на Украине, но мы решили, что нам он нужен здесь, мы к нему очень часто приезжаем, возвращаясь с дачи, обязательно заезжаем, все цветы, которые у нас вырастают, начиная с самых ранних до поздних, первые идут к нему, у нас там есть вазочка такая, наливаем водичку, и все-все цветочки к нему, а на обратной стороне нашего вот камня, его родительский дом, там вот, где вот он жил, нарисованно. Так что, и у нас это место такое светлое, мы туда приходим с открытой душой, светлой, мы там не плачем, мы там наоборот рассказываем ему о своих делах, радуемся, и внуки у меня туда любят ходить. Как сделала без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падает царь Христа, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле, а твой без тебя, а ты, ты летишь, и тебе дают звезды свою душу. В один из выходных дней по нашей просьбе вся семья Симака-Гречка собралась в Барвихинской школе искусств. Поговорить, как живется без главы семьи, разговор о житье-бытие начал Игорь. Все вопросы решаются, кроме одного, нам очень недостает Александра Ивановича, и, конечно, его уход нас всех еще более сплотил, и это, конечно, самое большое горе, которое в нашей семье до сих пор есть. Я люблю своих детей, что я люблю своих внуков, что я люблю Игоря, который вошел в нашу семью, и, можно сказать, даже в каких-то смыслах стал сейчас во главе семьи. Мы прислушаемся к его советам, и мне как-то с ним надежно. Сын у меня такая отдушина, помощник, с которым мне легко. Что я могу сказать вам маме, что это самая лучшая мама в мире, и вот, не побоюсь это слово, ангел, вот, потому что для меня и для всей нашей семьи это действительно так, и, можно сказать, в отсутствии папы она стала вот нашим таким столпом, фундаментом нашей семьи. Хочется пожелать здоровья, конечно, всем нашим деткам, всем нам, прежде всего, нашей дорогой, замечательной, любимой, талантливой мамочке. Желаю, чтобы в семье был мир, чтобы все любили друг друга, чтобы была любимая работа, чтобы она приносила удовлетворение. Вот, наверное, так, как у меня моя работа, мне, конечно, приносит удовлетворение. Я говорила, что у меня главная семья, но школа у меня это дом, даже между первым и вторым, потому что здесь я провожу очень много времени, я очень люблю свою работу, люблю детей, люблю коллег, люблю это место, люблю успехи наших детей и очень рада, что в нашей школе сейчас работает Юля, что учится мой внук и думаю, что и внучка сюда же придет. Так что это любимое место, которое мне приносит силы, здоровье, я считаю. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно приходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим.